приветствую всех на своем канале я хочу все знать сегодняшнее видео будет посвящено арцаху и армянским княжеством арцаха информация взята от мелик фреш от обекяна члена союза армянских дворян желаю всем приятного просмотра дорогие друзья мнение высказанное в данной статье не всегда отражает официальную позицию союза армянских дворян является частной точкой зрения автора статьи и так история армянских княжеств арцаха карабаха малого сюника хачена более известных под названием меликс чрезвычайно богатой вполне могла бы сравниться с историей дворянства любого другого европейского государства при подобном богатстве об истории арцахских княжеств проведено лишь незначительное количество научных исследователей практически нет художественных произведений причин тому много начиная с того что сложная история края вынужденного постоянно защищать свою независимость почти не оставляла времени для занятий и историографии кончаясь жестким духовным террором времен коммунизма когда партийная цензура и шовинистская бакинская пропаганда табуировали любое упоминание армянских меликс да и вообще армянских корней и традиции арцаха данная статья является вводной и представляет собой лишь краткий обзор армянского дворянства арцаха его происхождение традиции состава институтов основ права и отдельных эпизодов истории по причине объемности объемности материала даже эти выделенные темы будут освещены лишь наиболее общем виде с указанием ключевых аспектов традиции армянской аристократии арцаха ее современного состояния следует также особо подчеркнуть что хотя информация отражена в данной работе основана на ряде источников и исследований все же в качестве основного источника использована работа рафи миликство хамсы и так происхождение исторические хроники хоринации каланкатуации ганзакетси и других армянских источников свидетельствуют о глубокой древности происхождения и родовых корней армянских княжеств арцаха согласно этим источникам первым правителем арцаха и северо-восточного месту речья аракса и куры был аран из рода сисака который в свою очередь был отпрыском айкона хапета каланкатуации в частности пишет что армянский царь вагаршак назначил им вождей и правителей во главе которых по приказу вагаршака был поставлен некто из рода сисака по имени аран многие храбрые и знатные из потомков этого арана говорят были назначены валаршаком или вагаршаком портевом наместниками и тысячниками от его арана сына произошли племена ютийского гарманского цавдейского гаргарского княжеств таким образом армянские дворянские роды арцаха являются прямыми потомками айка патриарха армян и его отпрыска арана аристократический род аран-трун со временем окреп разросся и дал ряд ответвлений положив начало множеству местных княжеских домов вследствие географической удаленности от центра армении а также приграничного расположения его правители стали обладать правами и полномочиями сравнимыми с бдэшхами вице-королями армении в дальнейшем представители рода аран взошли на престол алуанка вассала великой армении а средние века дали начало аран шахиком михранянам правителем прикуринской низменности в дальнейшем наступает периоды арабского и персидского завоевания позже чередуемым монголо-татарскими набегами однако следует отметить что собственно завоевание как такового смысле постоянного присутствия на территории арцаха оккупационных армий не было были опустошительные походы иноземных армий набеги диких кочевников заезды сборщиков дани но арцах всегда оставался армянно-населенным и во власти местных армянских правителей князей потомках тех же родов которые вели свою родословную от арана отпрыска хайка независимо от меняющейся политической палитры в регионы эти князи оставались полноправым правителем своих земель на которых они были верховной властью для местного армянского населения будучи неотъемленной частью аристократии великой армении княжества арцаха привносили свою лепту в управление защиту армянского государства закономерно что арцахские княжества упоминались в армянских гахномаках и зоранамахах придворных дворянских и воинских грамотах перечислявших значимость родов и количество предоставляемых ими воинских сил широко известен факт участия знаменитой арцахской конницы военных компаниях армянских царей даже в те периоды когда великая армения попадала в зависимость от правителей ирана и была обязана предоставить воинские силы для военных компаний персидского государства конницы и пешие войска арцахских княжеств участвовала в этих компаниях именно как составная часть армянского воинского контингента с другой стороны при всем единстве с остальной частью армянской аристократии арцахские княжества развивались довольно самобытно что объясняется географической удаленности от центра армении а также геополитическими историческими особенностями края с постепенной потерей независимости остальной частью исторической армении княжества Арцаха фактически остались единственными носителями элементов армянской государственности, что добавило самобытности в местные формы и традиции правления. В среднем веке Арцах оказался в составе Персии. К 17-18 векам относятся возвышение армянских милист Арцаха и создание военно-политического союза Хамсы – Пятикняжества Арцаха. Вопросы истории этого периода будут освещены подробнее по ходу статьи. Здесь стоит лишь отметить, что будучи составной частью и наследником армянского дворянства, Арцахская милиса продолжила и обогатила аристократические традиции армянских князей, создав ряд жизнеспособных институтов, сильную армию и эффективное судопроизводство и тем самым защитив традиции и устои и само существование арцахского армянства. Состав. Княжеские роды Арцаха условно можно разделить на первое-второе поколение. Это разделение очень условное и призвано лишь помочь читателю разобраться в хронологии правления родов, потому что во всех других отношениях милики имели одинаковые права, независимо от древности их наследственного правления. К первому поколению относятся пять миликс-хамсы, а также княжеский род Цава. До пяны, формально не входившие в пятикняжества, хамсы, но правившие в области Кар-Вачара, верхнее течение реки Тартар. Традиционно миликский род Хасан-Джалалянов, князей Хачена, считался наиболее древним и влиятельным родом среди миликс-хамсы. Именно из рода Хасан-Джалалянов назначались католикосы Алванка, позже митрополиты Ганзасара, и именно на территории Хачена собирался миликский совет. Старшинство Хасан-Джалалянов признавалось другими княжескими родами Арцаха. Влияние этого рода было настолько велико и общепризнано, что иногда Хасан-Джалалянов даже величали царями Арцахом. Рафи утверждает, что из всех армянских миликских родов Хамсы только Хасан-Джалаляны являются коренными арцахцами, а остальные миликские роды пришли. Однако историками было доказано, что не только Хасан-Джалаляны, но и остальные миликские кланы Арцаха являются аборигенными. В частности, Улубабян доказал, что миликские дома Арцаха произошли от трех ветвей княжеских домов области Хасан-Джалалянов из Нижнего Хачена, Вахтангянов из Центрального Хачена или Атерка и Дапянов из Верхнего Хачена или Цара. А все эти три ветви берут свое начало от армянского Нахакарского дома Аран-Шахиков, потомков уже упомянутого Арана. Вероятнее всего, Рафи ввел в соблуждение тот факт, что род Хасан-Джалалянов пользовался особым почетом среди арцахских миликс. Однако это обстоятельство, вероятнее всего, можно объяснить не только исключительно древностью рода, сколько центральными расположениями владений Хасан-Джалалянов. Их наследственное миликство Хачена находилось в самом центре Арцаха, в связи с чем в известной степени доминировало над остальными армянскими княжествами края. Кроме Хасан-Джалалянов к первому поколению миликс относятся такие роды, как милик бегларианов, князей Гюлистана, милик исраилянов, князей Джараберта, милик аваньянов, князей Дизака и милик шахназарянов, князей Варанды, а также упомянутых до пянов князей Сава Карвачара. Как уже говорилось, все эти роды имели общие корни и происхождение. Кроме того, среди арцахских дворян были приняты династические браки, при которых князья старались женить или выдавать замуж своих отпрысков за потомков других княжеских родов Арцаха. Таким образом, многие арцахские милики первого поколения так или иначе приходились родственниками друг к другу. Об этом же свидетельствует Рафи. Милики были связаны друг с другом как политическими интересами, так и родственными отношениями. И таким образом, все пять княжес хамсы вместе составляли единый целостной союз. Ко второму поколению принадлежат миликские роды, которые по разным причинам пришли на смену изначальным миликам. Среди причин могли быть прекращение миликского рода, пересечение, переселение рода в другой край или же создание нового миликса специально для того, чтобы подорвать силу уже существующего миликства. Примерами последних, согласно Рафи, были вновь созданные миликством милик, мир захонянов, для того, чтобы ослабить хаченских хасан-джалялянов или милик Аллахвердянов, созданных для ослабления джараберских милик-исраилянов. Ко второму поколению арцасских миликов также принадлежит княжеский рок Атабекянов, который занял пустующее место джараберских миликов. Однако, по примеру Атабекянов, также видно, что само деление арцасско-армянской аристократии на первое и второе поколения является весьма условным. Дело в том, что хотя Атабекяны были формально возведены миликское достоинство в 1814 году, по свидетельству Рафи, Атабекяны ввели свое происхождение от старинного дворянского рода. Из истории также известно, что Атабекяны состояли в родственных отношениях, возможно, были потомками армянских княжеских родов, закарянов, аарцуни, махка-набецких и хасан-джалялянов. Само название рода происходит от титула Атабек, который в период объединения грузино-армянского царства присваивался наиболее влиятельным аристократам при царском дворе и переходил по наследству. Независимо от причин создания миликс второго поколения, они считались полноправными князьями и признавались как другими миликскими родами, так и историкам, писавшим об их деятельности. Более того, даже если вышеопомянутые миликсы создавались с целью, чтобы нанести вред усилению антиханской коалиции армянских князей, со временем эти вновь созданные миликсы также начинали выступать против ханов и защищали интересы армянского населения. Титулы и наследования На протяжении веков армянская аристократия Арцаха выработала свои дворянские титулы и институты. Высшим титулом арцахского дворянства был титул милика, соответствующий исконно-армянскому титулу Ишхан – князь. Слово «милик» пришло в Арцах из Месопотамии, где оно означало «царь-владыка». Уже сам этот титул указывает на статус миликов на своей территории. В действительности, хотя милики считались подданными персидских правителей, на своей территории они были полновластными владыками. Права миликов могут быть сопоставимы с полномочиями древнеармянских князей, хотя некоторые их права скорее походили на полномочия бдешхов – полузависимых правителей приграничных армянских провинций. Остается добавить, что хотя в Арцахе князья повсеместно назывались месопотамским титулом милик, собственно, армянское название князя не исчезло, а также использовалось преимущество в надписях. Их хронологиях. Рафи пишет, что власть миликов была наследственной. После смерти отца, браздой правления и титул милик переходили к старшему сыну, а другие братья назывались беками. Милики обладали неограниченной властью над своими подданными. Они имели право судить, наказывать и даже приговаривать к смерти. Если титул милика ставился перед именем, например, «Мелик Абов», то титул бека ставился после имени или даже был частью имени, например, «Саркизбек», «Аванбек», «Атабек». Само слово «бек» имеет тюркско-иранское происхождение и означает «дворянин», «владыка». Другим дворянским титулом после милика и бека был титул юзбаши. По свидетельству, Рафи, предки всех миликов Карабаха, носили титул юзбаши. Этот титул обычно присваивался тем, кто был владетелем собственного края и имел право содержать войско. Русский военный историк немецкого происхождения генерал-лейтенант Василий Потто также подтверждает, что ранее звание юзбаши носили многие лица из высшего сословия и что именно этот титул переходит по наследству. Иногда миликам присваивались также особые титулы. Так, в 1736 году Надир Шах, правитель Персии, пожаловал дизакскому милику Егану или Авану титул хана, после чего тот стал называться Мелик Аван-хан. В результате милик Дизака на некоторое время был признан главой пяти княжеств Арцаха. В арцахских миликсах вопросы наследования решали в соответствии с древнеармянской традицией. После смерти отца правителя и при отсутствии особых на то оговорок, сделанных самим прежним миликом, право миликского правления автоматически переходило старшему сыну милика от законного брака. Последний особо важный аспект, поскольку среди части аристократии, как в Армении, так и в других странах, было нормой иметь наложниц. Рафи также упоминает, что многоженство было в обычае у миликов Карабаха. Соответственно, милики могли иметь множество отпрысков мужского пола от разных женщин. Но, как уже было сказано, миликская традиция признавала право наследования исключительно за закон о рожденными сыновьями по старшинству. Иногда бывали ситуации, когда после кончины князя отца оставался несовершеннолетний сын, который не мог принять всю полноту княжеской власти. В таком случае бразды правления временно переходили к ближайшему старшему родственнику, скончавшегося милика, по мужской линии. Так, по свидетельству Рафи, в 1728 году, когда скончался геолистанский милик Абов II, согласно обычаю миликов, его должен был наследовать сын, милик Офсеп. Но, поскольку милик Офсеп был еще неопытным юношей, правление страной было поручено брату покойного Тамразу, и юный Офсеп должен был находиться под его опекой до совершеннолетия. Иногда, как и в помянутом случае, временно опекуны пытались воспользоваться случаем и присвоить миликскую власть. Это приводило к недовольству других милик родов Арцаха и даже могло послужить поводом для междоусобицы. Намосы, Ферманы и прочие грамоты, подтверждающие их и наследственные права на владение арцахскими княжествами, милики получали непосредственно от иранских царей и шахов. Однако, надо помнить, что на самом деле эти шахские грамоты лишь де-юре закрепляли уже существующие де-факто исконные наследственные права арцахских миликов. Например, согласно Ферману грамоте Надир-шаха, персидская монархия всецело подтверждала наследственные права миликов и предоставляла право каждому суверенно править своим княжеством. Милики лишь раз в год должны были выплачивать шаху дань. Как пишет Рафи, милики подчинялись лишь шаху, обладали абсолютными правами на самоуправление в качестве вали, феодальных князей, могли жить мирно и безопасно, и еще более укреплять свои силы. То, насколько высок был статус некоторых армянских миликов при правящем дворе Персии, указывает отдельные фрагменты истории. Так, в 1795 году один из арцахских миликов Меджлум получил от шаха три привилегии – право беспрепятственного входить к нему в любое время, любое его желание должно было выполняться, неограничено право пользоваться шахской сокровищницей. И хотя эти привилегии были исключением и свидетельством особого предрасположения правителя Персии к харизматичному милику Меджлуму, сам по себе этот факт все же является свидетельством в целом высокого статуса армянских князей при персидском шахском дворе. Здесь особо следует оговорить взаимоотношения армянских князей Арцаха и шушинских ханов. Шушинские ханы были представителями пришлых кочевых тюркских племен. Причем любопытно то, что принадлежали они Сары Джалы – кочевому племени из группы джеванширцев, которая даже среди своих джеванширских племен считалась низкого происхождения и занималась одновременно выпасом скота и разбоем. Шушинские ханы, первым из которых был главарь разбойников по имени Панах, обосновались в древнеармянской крепости Шоши, позже Шуши, принадлежавшей князям Варанды, вследствие предательства одного из варандийских князей Мелика Шахназара. В своей земли шушинский хан не имел, и, как пишет Рафи, не был владетелем или князем страны. Он был временным правителем, одним из тех, кого персидское правительство непрерывно сменяло. По своим функциям шушинские ханы были своего рода губернаторами, действуемшие от имени персидских шахов. Они не имели права вмешиваться в земельные вопросы, в судопроизводство, в вопросы наследования и другие суверенные права меликов. Их решения не имели никакой силы для арцарских меликов, поскольку население всего края подчинялось непосредственно армянским меликам, а последние напрямую подчинялись персидскому шаху. Характерно также то, что, как уже говорилось, персидские ханы именно за армянскими меликами признавали законные наследственные права на владение своими княжествами. Имение и владение Хотя данные историков разных эпох об исторических границах Арцаха противоречивы, достоверно известно, что административные границы этой армянской провинции со временем менялись. К периоду Пятикняжества Хамсы под Арцахом или Карабахом подразумевалась территория, простирающаяся от границ Ганзака на севере до левого берега реки Аракс на юге. Таким образом, в XVIII веке Арцах Карабах занимал северо-восточное предгорье Малого Кавказа и по территории был значительно больше нынешней территории Нагорно-Карабахской республики. При этом, по свидетельству Рафи и других источников, вся эта провинция была населена исключительно армянами, вплоть до появления здесь турских кочевников-скотоводов в середине XVIII века. Все это пространство Арцаха-Карабаха было разделено между пятью миликствами на приблизительно равные княжества. В своей книге миликства Хамсы Рафи следующим образом описывает географические границы миликств Арцаха. Первое. Гюлистан или Талыш, простирающие от реки Курак, то есть от границ Ганзака до реки Тартар. Второе. Джараберт или Чараберт, простирающие от реки Тартар до реки Хаченагет. Третье. Хачен, простирающие от Хаченагета до реки Каркар, Балу. Четвертое. Варанда, простирающие от Каркара до гор Дизапайта. Пятое. Дизак или Дузах, простирающиеся от южных склонов горы Большой Кирс до реки Аракс. На своей территории все милики имели основные временные резиденции, родовые усыпальницы, крепости, сханахи и другую собственность. Резиденция чаще всего состояла из ряда строений, среди которых выделялся миликский дворец, называемый Дарпаснер. Само название Дарпаснер дословно переводится как «врата». Вероятнее всего, это название указывает не столько на сами врата, сколько на некий двор, наподобие княжеского двора в Древней Армении. Судя по описаниям, некоторые миликские дворцы действительно немногим уступали царским. Так князь Атам Милик Исраиля восстановил дворцовые постройки в местечке Кахакети или Майра-Кахак, недалеко от Жаробердской крепости, и превратил их в свою резиденцию. Наряду с основной резиденцией милики чаще всего имели ряд дополнительных резиденций, летних или зимних. Обычно летние резиденции находились выше в горах, вблизи рек, водоемах, прохладных родников, где было легче переносить летний зной. Зимние резиденции, наоборот, находились в долинах и низменностях, где климат зимой был не так суров, как в горах. Милики активно занимались строительством общественных строений, постоялых дворов, церквей, часовней, притворов, мостов. Каждый миликский род имел свои крепости, которые назывались Сханахами. Развалины этих крепостей сохранились до наших дней. Ниже приводится название миликс Арцаха с принадлежащими им крепостями. Милик-бегаларяны, князья Гюлистана, владели крепостями Гюлистан и Талыш. Милик-бегаларяны, князья Джараберта, владели крепостью Джараберт, возвышающим на скалистом полуострове, на месте слияния рек Тартар и Тархи. Хасан-джалаляны, князья Хачена, владели крепостью Хоханаберт, Тарханаберт и Качахаберт. Четвертый милик-шахназаряны, князья Веранды, владели крепостями Авета-Раноц, Чанахчи и Караглух-Шуши. Пятый милик-аваняны, или милик-еганяны, князья Дизака, владели крепостью Гдич-Горос, находящейся между селами Тох-Этуми. У каждого миликского рода была своя родовая усыпальница, которая обычно находилась в родовой крепости, либо по соседству с какой-либо церковью, чаще всего построенной предками этого рода. Так, родовое кладбище Хасан-джалялянов находилось в Ганзарском монастыре, где была резиденция католикосов алванских, наследственно занимающихся представителями этого рода. Родовая усыпальница варандийских князей милик-аванянов находилась при дворе церкви в крепости Тох. Сама церковь была построена одним из предков этого дворянского рода. Усыпальница милик-бегларианов находилась возле монастыря Орек, милик-шехназаров в Авета-Раноци, а милик-аллах-вердянов в Гюла-Тахе. Общественные отношения Знакомые с явлением миликс невольно удивляющие, насколько они гармонично вписывались в арцахское общество. С самого начала власть миликов-князей не была навязана силой крестьянства у Арцаха. Милики, скорее всего, были общепризнанными политическими, военными и духовными лидерами на определенной территории, своего рода вождями местного крестьянства. Именно поэтому Арцах никогда не знал крестьянских выступлений и восстаний против своих князей. Первой и ключевой причиной тому являлось отношение и князей, и крестьянства к личной свободе. Армянский народ никогда не знал рабства или его разнообразий, например, крепостного права. Действительно, Араратское или Ураратское царство было рабовладельческим государством. Значительные массы рабов были заняты на строительстве и в сельском хозяйстве. Однако эти рабы были практически все военнопленными иностранцами, захваченными во время завоевательных походов Араратских царей или же, что было чаще всего в результате неудачных военных кампаний чужеземных захватчиков. В течение всей своей пятитысячелетней истории армянин никогда не был рабом на своей земле. Да, это было бы невозможно, поскольку, будучи потомкой древнеарийского воинства, армянство не потеряло ни воинственный дух своих далеких предков, ни острое ощущение самоценности свободы. Эти же обстоятельства сформировали взаимоотношения арцахских меликов и крестьянства. В то время как из значительной части европейских стран крестьяне находились в феодальной зависимости, были прикреплены к земле, лишены прав и считались собственностью феодала, в Армении, в том числе и Арцахе, крестьянство было полностью свободным. Имело право собственности на землю, могло покупать и продавать землю и имело полную свободу передвижения. В этой связи, сравнивая статус крестьянства в Арцахе и остальной Армении с другими странами, Рафи пишет, что только после вхождения в состав России в 1813 году армянско-крестьянство впервые за всю свою многовековую историю столкнуло с крепостничеством. Разумеется, для традиционно свободных армянских крестьян, царящее в России крепостничество, при котором крестьянин был лишен многих естественных прав и мог быть обменен своим помещиком на другого крестьянина или даже на животок, казалось ужасной дикостью. Отношения меликов с пришлыми кочевыми тюрками-скотоводами встроились по нескольку иному принципу. В то время как армянские крестьяне, будучи коренными жителями Арцаха, имели в собственности землю и полноправно распоряжались ею, заезжие кочевники, в основном тюрки и курды, не имели никакой собственности на территории Арцаха и могли пользоваться пастбищем для своих стад лишь временно и исключительно с разрешения армянских князей. При этом они обязаны были платить десятину со своих баранов за право пасти свой скот на меликских пастбищах. В отличие от армян, кочевники не имели права поселяться на территории Арцаха и с окончанием летнего сезона обязаны были покинуть пределы меликств. Меликское право из судопроизводства Историки поздне-средневекового Арцаха упоминают меликское право, меликские обычаи, меликсскую традицию. Все эти понятия обозначали один и тот же неписанный закон, состоявший из свода юридических моральных правил поведения арцахского армянства, который сохранился почти в неизменном виде с древнейших времен. Иными словами, меликсское право представляло собой сложную систему судопроизводства, основанную на старинных армянских общепринятых принципах морали, чести, справедливости и на древней традиции. Судопроизводство было одной из традиционных прерогатив арцахских меликов. На своей территории мелик был верховно-судивый. Его решения основывались на упомянутом меликском праве и были обязательны для исполнения. Мелики сами непосредственно вершили суд над своими подданными, либо над чужеземцами, совершившими преступления на их земле. Более того, зачастую мелики сами проводили расследование уголовных дел и для этого могли отправиться в селение или местных, где было совершено преступление. Как люди благородного происхождения, мелики дорожили своим именем. По всей видимости, коррупция не была распространена, поскольку, будучи в достатке, мелики не могли ожидать каких-либо особо ценных подношений от простых крестьян. Кроме того, в традиционном и архаичном сельском обществе, где слухи распространялись быстро, мелики делали все возможное, чтобы крестьяне видели в них справедливых и мудрых правителей. Однако, не менее важно было постоянно демонстрировать своим подданным и суровость меликского суда, а потому, когда дело доходило до наказания, мелики не отличались особым милосердием. Так, описывая меликское право, Рафи ссылается на некую рукописную историю, которая следующим образом характеризуется судопроизводством одного из князей рода мелик Аванян. Без сребролюбия и взяточести творил он свой суд. Приговоренный к смерти он казнил без жалости, многих вешал вдоль дорог или предавал в руки своих слуг, которые убивали их на глазах общества и разбудников, дабы никто более не отзмелился совершать подобное злодеяние. В случае нарушения норм традиционного права и фундаментальных принципов морали каким-либо меликом, остальные мелики объединялись против него и корали его со всей строгостью неписанного меликского закона. Например, когда мелик Шахназар убил своего правящего брата мелика Овсепа и таким образом незаконно захватил власть в княжестве Варанда, другие мелики Хаченские, Джарабердские, Гулистанские, Дизакские объединились против него, дабы привлечь его к ответственности. Собрав свои войска, они организовали карательный поход против него и осадили его крепость Авета Раноц. Хотя захватить крепость и покарать самого Шахназара не удалось, но в наказании последнему меликская коалиция разграбила большую часть сел Варанды, тем самым нанеся значительный урон имуществу Шахназара. В другом случае, некто предатель из армянских меликов Аллах Кулибек, который в свое время предал меликов Арцаха, состоявший в тайме переписки с русским правительством, покрытый бесчестью, скитался по Грузии. Меликский закон был применен к нему со всей строгостью. Мелики его схватили, обезглавили, а тело скрыли. У всех народов с чувством национального достоинства предательство национальных интересов всегда жестоко каралось. Меликский совет Следует помнить, что Хамса представляла собой военно-политический союз Арцахских меликст. Одним из институтов этого союза был Совет Меликов, который собирался в случае необходимости обсудить наиболее важные вопросы внутренней и внешней политики, касающиеся всех меликст. Иными словами, наряду защиты интересов всех меликст у Арцахской аристократии было и ясно осознание общности интересов политических приоритетов всего армянского края. Совет Хамсы традиционно собирался в Ганзасаре, председательство во время Совета католикоз Арцаха, который в данном случае представлял и старший род Хасан Джалялянов и высшую духовную власть Арцаха. Присутствие глав всех меликстских родов было обязательным для принятия решения. Даже в случае вражды между отдельными меликскими домами, их представители обычно присутствовали на Совете и совместно решали общие для Арцаха вопросы. В случае, когда глава какого-то меликского рода по каким-то причинам не мог присутствовать на меликском совете, он посылал полномочного представителя, который представлял его интересы, меликство. Иногда мелики созывали тайный совет. Чаще всего подобные советы созывались для обсуждения стратегических внешнеполитических вопросов, секретных переговоров с другими государствами. В условиях сложной геополитической ситуации, которая всегда царила на Кавказе, мелики вели активную переписку с официальными представителями, а зачастую с главами иностранных государств. Так род мелик-аваньянов состоял в переписке с царем Петром I, императрицами Анной Ивановной и Елизаветой Петровной, а также с персидскими шахами и европейскими дворами. В свою очередь Екатерина I через князя Потемкина вела переписку с арцахскими меликами. В своей докладной записке о 19 мая 1783 года Потемкин предлагал ей создать в регионе армянское христианское государство, во главе которого стояли бы мелики. Все это свидетельствует о всеобщем признании высокого дворянского статуса армянских князей Арцаха и о международном признании военно-политического союза меликст-хамсы. С древнейших времен одним из атрибутов политической самостоятельности феодалов было наличие собственных воинских формирований. Арцахские князья имели свои войска. Для того, чтобы представить размеры меликских войск Арцаха, следует упомянуть один любопытный факт. Еще в 18 веке армянский дипломат князь Ори во время своих переговоров с царем России Петром I заявил, что князья Арцаха могут выставить 60 тысяч воинов для спасения своей родины. По своему численному составу эта армия сравнена с современной армией Республики Армения. Общая военная мощь Арцахских меликов была настолько внушительной, что во время вышеупомянутых переговоров князь Ори дал понять Петру I, что в действительности армяне нуждаются лишь в его милосердии, а войско у них имеется. Иными словами, армянам нужна была лишь политическая поддержка России, а освободить свою страну они вполне могли бы и сами. Эти слова были фактически подкреплены в 1722 году, когда армянский сюнихский князь Давид Бек собрал в Арцахе 60-тысячное войско для ведения военной кампании против османов. Отсюда становится яшно, что в среднем каждый отдельно взятый армянский князь Арцаха имел около 10 тысяч воинов в своем непосредственном распоряжении, хотя, по всей видимости, эта цифра указывает на мобилизационные возможности князей, и в мирное время подружи постоянно могли находиться несколько тысяч воинов. Меликская армия состояла как из профессиональных военных, так и из крестьян. Рафи сообщает, что дизакский князь Гесаи был первым, кто осознал необходимость регулярного войска и всеобщей мобилизации для обеспечения безопасности страны. Он приказал штрафовать крестьян, если обнаружилась нехватка оружия или оно содержалось в небезупречном состоянии. В определенные дни после завершения полевых работ молодые селяне занимались военной подготовкой. Их обучали десятники, полусотники и сотники. Из вышеприведенной цитаты Рафи видно, что командный состав миликских войск Арцаха состоял из сотников, полусотников и десятников. Во главе войска стоял сам милик. В связи с этим следует помнить, что миликства изначально были военными кланами, и практически все так или иначе утвердили свое господство благодаря успешно проведенным военным кампаниям. А потому в данном случае титул милик воспринимается всеми не только как князь, но и как воевода. Личное мужество и воинские доблести по-прежнему считались нормой жизни и поведения миликов. Так, в свидетельстве Рафи на могиле милика Есаи, находящейся в родовой усыпальнице милик Аваньянов, имеется следующая надпись. Это могила храброго князя, по-армянски Ишхана, великого милика Есаи. Он был назначен князем Надершахом. 33 года правил он дизоксийской страной и совершил много подвигов, одержал много побед над неверными. Он был смелее и благороднее своих предков. Жил он 66 лет. Скончался в лето 1230-го, то есть 1781-го, по Гагарянскому летоисчислению. Сотники, которые фактически были высшим командным чином после самого милика, в основном состояли из представителей того же миликского рода или другой дворянской фамилии. Они участвовали во всех военных советах наряду с миликами. Последние страницы истории. Исторические судьбы арцарских княжеств схожи и одновременно отличны друг от друга. Как уже говорилось, силу географической обособленности княжества Цава Карвачара, возглавляемой миликским родом Допянов, развивалась обособленно от остальных княжеских домов. Именно Цавско-Карвачарское княжество первым исчезло с политической гардой региона. Оторванность и трудодоступность этого княжества, а также тяжелые условия жизни, привели к значительному оттоку армянского населения в верхнем бассейне реки Тартар. Место тысячелетнего постоянного проживания армян заняли курдские и тюркские кочевые племена. Что касается пяти княжей Самсы, то благодаря своему дальновидному военно-политическому союзу миликства Гюлистана, Жараберда, Хачена, Варанды и Дизака продержались два века – 17 и 18 век. В течение всего этого периода пришлые шушинские ханы пытались привнести раздоры между усобицу и всяческие расшатывания арцахских миликств. В значительной степени им это удалось. Предательство варандийского князя Шахназара II, милик Шахназаряна, нанесло непоправимый ушерб как остальным князям края, так и интересам арцахского армянства. Однако, несмотря на эти трудности, миликства Арцаха продержались вплоть до 18 века. Но судьба уготовила миликсам Арцаха удары более тяжелые, чем даже козни тюркских котевников. Первый удар пришелся с аннексией Арцаха Российской империи. Еще с 17 века армянство Арцаха, движимое в первую очередь религиозными сентиментами, оказывало всяческое содействие во дворению российского владычица на Кавказе. Содействие это заключалось в самоотверженной борьбе за интересы России на Кавказе, в ходе которой армяне оказывали русским войскам не только материальную и моральную помощь, но также активно участвовали в военных действиях на стороне России. Армяне были, пожалуй, единственным народом на Кавказе, который всецело поддерживал русских и ни разу не воевал против них. Более того, можно перечислить множество случаев, когда именно благодаря армянским миликам и их отрядам русские чудом избегали поражений, каждая из которых могла иметь катастрофические последствия до российских интересов на Кавказе. В начале XIX века вековая мечта армянства наконец-то свершилась. Арцаха и остальная часть Восточной Армении оказались в составе Российской империи. Но по странному стечению обстоятельств именно это и послужило началом конца миликст Арцаха. К величайшему удивлению армян российские чиновники не только не избавили армян от засилия пришлых тюрко-татарских кочевых ханов, но даже способствовали их усилению, предоставив тем такие права, которые они никогда не обладали. В частности, следствие своей безграмотности, недалекости, пониманием местных реалий российское руководство дошло до того, что вызвало шушинских ханов, по сути бывших кочевых пастухов, более судьбы назначенных персидскими шахами-наместниками в генералы и передало в их владение некоторые земли, на которые они никогда не имели никаких прав. Но пределом российской неблагодарности и политической недалекости оказался отказ российской монархии от фактического признания наследственных княжеских прав арцарских миликов. Разумеется, надо признать, что такому аморальному решению российских чиновников подстрекали также некоторые грузинские дяди були, претендовавшие на исключительность на Кавказе. В частности, достоверно известно, что на готовность российского императорского двора признать наследственное княжество титула арцарских миликов некто Цицишвили, или более известный как генерал Цицианов, писал угрозы российскому двору о том, что якобы этот шаг может оскорбить достоинство грузинских князей. Так в своем рапорте от 20 января 1804 года этот Цицианов сетует на представление армянского князя милика Джумшуда к высочайшей награде «Золотой саблей за храбрость», поскольку, согласно его ограниченным представлениям о мире, подобное награждение армянского милика может показаться обидным грузинским князьям, как и всякое сравнение князей армянских с грузинскими. Совершенно непонятно, каким образом достоинство и преувеличенное самомнение некоторых грузинских князей связано с признанием российским двором наследственного статуса и законных прав армянских князей миликов. Но, к сожалению, эти угрозы имели свое действие, и российский императорский двор фактически отказался от идеи включения армянского миликства в число княжеских родов России. В заключении своей книги «Миликство Хамсы» Рафи задает риторический вопрос. Почему наследники армянских владетельных миликов считались в России родовыми дворянами, а не потомками княжеских родов, в то время как дома пяти миликс-хамсы имели истинно княжеское происхождение? Разумеется, свое социальное положение и фактический статус армянское дворянство заслужило и с честью отстояло веками. И от предвзятого и однобокого решения российского двора статус армянских князей никак не зависит, тем более что он был всецело признан персидским двором, а также европейскими монархиями. Но один этот шаг имел совершенно непоправимые последствия не только для армянского дворянства, но и в целом для интересов России на Кавказе. Ведь с самого начала своего выступления за Кавказе Россия совершала одну рукавую политическую ошибку за другое, что в результате неименово должно было привести к потере ею всего за Кавказе, свидетелем чего мы и являемся в наши дни. Последней каплей в этой недальновидной до слепоты политике России в Закавказе была отмена миликс и переход на губернское правление. Это произошло в середине XIX века. Миликским родам была выдана некоторая денежная, иногда и ограниченная земельная компенсация за переход их земель в имперскую казну. Однако это решение российского государства, по сути, прервало миликскую традицию в Арцахе. То, чего не удавалось ни монголо-татарским кочевникам, ни турецким ордам, ни персидским шахам, было сделано руками русских. Не ожидая подобных предальцевских ударов со стороны России и ослабленные ханскими интригами арцахские миликства, оказались совершенно неготовыми к защите своих прав. Рафи четко указывает, что арцахская войница состояла из армянской пехоты и конницы, но основу миликского войска составляла именно конница. Знаменитая арцахская конница считалась одной из грозных военных сил, известных еще со времен Древнего мира. Развитию конного войска способствовало также и то обстоятельство, что именно в Арцахе. С древнейших времен разводили знаменитую породу лошадей, известную как арцахская или карабахская. Карабахская порода была очень похожа на арабскую породу лошадей, по своим физическим показателям и внешнему виду, и отличалась песочно-залазистым цветом. Именно на этих грациозных скакунах армянская арцахская конница принимала участие во многих решающих сражениях, зачастую далеко от родины. Как уже говорилось, каждый арцахский князь имел свои крепости, называемые Схнахами. Выше приводится список этих крепостей и Схнахов. Кроме того, в Арцахе было множество других крепостей и укреплений. Схнахи отличались от остальных крепостей двумя, взаимосвязанными особенностями. Во-первых, они считались военными резиденциями миликских родов, и в случае военных действий именно из Схнаха милики руководились своими войсками. Во-вторых, Схнахи играли важную роль военного лагеря, где в мирное время проводились учения, а с начала войны мужское боеспособное население было обязано с оружием явиться туда, на место сбора. Там же зачастую укрывались и мирное население, старики, женщины и дети. В случае масштабности войны и коалиционной кампании миликов один из Схнахов считался главным. Таковой чаще всего становилась крепость Караглух или Шоши, позже Шоши, расположенная в центре Арцаха. Так во время военных кампаний в начале XVIII века в Шушинской крепости располагался штаб и основные силы арцахских армян во главе с сотником Аваном. Без преувеличения можно сказать, что свобода арцахских и наследственные права армянских князей сиждались именно на миликско-воинской силе. Не будь этой объединенной миликской армией, армянство Арцаха постигла бы та же печальная судьба армянского народа, лишенного своих законных прав на земле своих предков. Арцахская миликская армия была грозной силой, с которой считались все страны региона. При этом довольно часто она успешно выполняла боевые задачи за пределами своего Арцаха. Например, когда в XVII веке армия грузинского царя Таимураза, проходя через Гартман, грабила все встречающиеся на пути деревни, армянское коалиционное миликское войство преградило им путь в местности шейх Низами и дало сражение. Грузинская армия была разбита на голову и, бросив все разграбленное, бежала. Армянское войско преследовало их до конца самой Грузии. Прекратив де юре свое существование, миликса де-факто оставалась в роли традиционного лидерства Арцаха. Однако в начале XX века миликс и Арцаха испытали новый удар, на сей раз от большевизма. Режим коммунистов упразднил дворянство, как сословие развернул остервнелый террор против представителей аристократии. Коммунисты, как и любые экстремисты-фанатики, не утверждали себя особо глубоким анализом истории. Им было невдомек, что классовая борьба за освобождение крестьянства от власти помещиков, возможно, имела место в остальной части полукрепостной России. Но не в Арцахе, где, когда уже говорилось, крестьяне были свободными и равноправными членами общества. В мясорубку большевизма одинаково попали и российские дворяне, и армянские князья. Несмотря на эти суровые испытания, преследования, ссылки, расстрелы в Арцахе, в самой Армении, да и в других частях бывшего СССР, оставались потомки миликских родов. Ученые, военные, дипломаты, деятели искусств, крестьяне, они в большинстве своем сохранили семейные традиции и самосознание. И сегодня многие из них приносят свою посильную лепту в становление Арцаха и Армении. Заключение В начале этого краткого обзора было сказано, что об истории Арцахских миликс написано мало. Пожалуй, одним из объяснений может быть то, что в случае Арцаха и Арцахских миликс история является весьма условным понятием. В Арцахе прошло... Прошлое настолько гармонично переплетается с настоящим, что многим ученым и писателям наверняка даже не приходило в голову изучать и излагать историю миликс Арцаха и их традиции, поскольку это традиции. Да и потомки самих миликских родов всегда были частью арцахской современности. И даже сегодня потомки миликских родов представлены во всех сферах жизни Нагорно-Карабахской республики и Армении. Арцахские миликсы были важными звеньями в родословном древе армянского дворянства. Будучи прямыми потомками Аран, Шахиков, Армянского, Великокняжеского дома Аран, а через него самого Айка, Нагабета, Арцахские миликсы, в свою очередь послужили аристократическим корнем другим армянским княжским родам. Так, согласно генеалогическим данным, княжеский дом Хасан Джалялянов был в кровном братстве, а иногда и давал начало другим миликским родам Арцаха. Другим примером является род Мелик, Аванянов, владетелей Дизака, от которого произошли княжеские дома Сумбатян-Меликян и Айропетян. Тем самым обеспечивалось скромное единство современного армянского дворянства с древнейшими предками-патриархами армянского народа. Многие дворяне и военачальники более позднего периода, в их числе российский генерал-князь Валериан Мадатов, французский генерал Мюрат, ближайший соратник Наполеона, армянский генерал Даниел Бек-Пирумян, также имели арцахские корни. Из этого краткого обзора истории происхождения традиций и наследия армянских миликс Арцаха, со всей очевидностью видно, что армянская дворянская традиция в Арцахе отличалась особой глубиной и непрерывностью. Дворянство Арцаха имеет на этой земле такие же глубокие корни, как и армянский народ. Именно благодаря этой естественной привязанности к земле и традициям предков армянам удалось веками последовательно отстаивать свои исконные наследственные права на этот уголок земли, армянской, и воплотить свои права в независимую армянскую государственность Арцаха. Дорогие друзья, на этом я закончила свое видео. Немножко длинным получилось сегодня, но по-другому никак не получилось бы осветить. С трудом, конечно, удалось мне довести до конца, потому что больно видеть, что сейчас произошло с нашим Арцахом. Из-за каких-то горе-политиков страдает народ. Ну, не только армянский народ страдает, я думаю, страдают все народы. Хотелось бы просто мира на этой земле. И справедливости, которой, как видимо, нет. Благодарю всех за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok